Сказки народов мира про ослов. Так, сегодня будет сказка про тигра и осла. Рассказывают, что в незапамятные времена один купец, возвращаясь из дальних странствий, купил осла самого толстого и самого глупого. Погрузил его в лодку и привез на родину. Здесь выпустил на воду пастись. Вскоре осла увидел тигра. Подумал, погадал и решил. — Этот большой жирный зверь, наверное, дракон. Очень уж длинные у него уши. Спрятался в лесу и стал потихоньку поглядывать. Вдруг осел поднял голову и закричал. Рев раздался страшный. Тигр перепугался, отбежал подальше, думал, что осел его съест. Долго сидел в кустах, дрожал от страха. Потом выглянул. Осел ходит по лугу, травку щиплет. Тигр приободрился, подполз ближе. Ничего не случилось. Тогда он вышел на поляну и мяукнул тихонько. Осел рассверепел, захлопал ушами и заорал. — Эх, да ты, видно, глуп, если сердишься из-за пустяка! — подумал тигр и мяукнул еще раз. В страшном гневе осел начал влегаться. — Ах, — воскликнул тигр, — немного же в тебе толку. Одна глупость да упрямство. Прыгнул на осла и загрыз его. И до сих пор ослы сердятся попусту. А когда начнешь их урезонивать, влегаются. По этой примете ослов и узнают. Продолжение следует...